Доброе утро, друзья! Лицо еще не выправилось. Мы недавно проснулись, хотя время уже 2 часа. Я уже покормил Катюху. Тут вчера картошку, пюрешку готовил. Почти ничего не осталось. И сделал ей сардельки. Сидеть сейчас лопает в кровати. Что хотел вам показать на улице? Такой джингл бесс, друзья! Вообще столько снега! Сейчас Катя доест и через полчасика мы выплывем наулку, почистим машину, за кофекон сгоняем и посмотрим на эту красоту. Я вам обещал еще елку показать в предыдущем влоге. Смотрите, что получилось. Очень красиво. Гирлянда просто супер. Не помню сколько. 1600, по-моему, мелких огонечков. Они вот такие маленькие. Очень симпатично выглядят. Но это все собирала Катюха. Я вообще не притрагивался. Вот такая красота. И в комментариях спрашивали, а не рано ли елку поставили. Ну, 3 декабря сейчас. Мне кажется, нормально. За месяц до Нового года. По поводу влажности в квартире хотел еще один момент отметить. Сейчас 35% и мы подключили наш увлажнитель Вента. Ну, он примерно те же цифры показывает. 34%. Когда батареи на полную работают. Просыпаешься с утра. Блин, весь нос в козявках. Ты что? Ласки хочется. Я бы хотела тебя пощипать. Ну, я пощипай. Мольно. Вот. И я Катюхе завтрак. Постель принес. Это, конечно, не романтично. Всего лишь сардельки с пюре. Но, тем не менее. Ну, еще болит, конечно, у Катюхи все. Сейчас с ними сил выпила. Давай, Катюшка, покушай. И пойдем на углу. Там так красиво вообще. Видела, да? Уже обратил внимание? Там вообще такой снежище. Как раз мам как рассказывала, что воскресенье будет сказка настоящая. Сейчас выйдем вообще. Я надеюсь. Сильно я пушу, я не смотрела. Как вчера. Нет, ну, лучше, чем вчера. Лучше? Конечно. Ничего, еще пару дненечков и сдуется. Сдуется, ладно. Мне главное, чтобы боли прошли. Каждое утро просыпаюсь, порой за ним на 7. И так болит. Сейчас буду умываться. Друзья, мне кто-то в комментариях тут посоветовал. Не помню в каком влоге, потому что я не снимал уже 2 месяца. Средство от сухой кожи. Биодерма. От Адерм. В общем, использую. Очень клево. Тут в комплекте умывашка и крем. Некоторые мужики сейчас начинают говорить, ты что? Так сказать, нетрадиционной ориентации. Но, извините, мне уже не 16, поэтому да, я пользуюсь кремами и умывашками. Но, в принципе, у меня больше ничего и нет. А подушки под нашему способу? Я сейчас все сделаю. Чуть-чуть на свою сторону. А покрывало будем? Нет, давай без покрывало. Без покрывало? Друзья, у нас тут так скользко. Пипец. Я уже показывал, как в онлайн-режиме чуть не навернулся. Ну вот, на улице зимняя сказка. Смотрите. Кто будет машину чистить? Я или ты? Нет. А у нас одна щетка. Извините. Ну, я буду перчаткой в прошлый раз. Блин, ну так круто. Слушай, как будто в детство попал. Я понимаю, что с точки зрения удобства передвижения по городу и на машине, и пешком, это все, конечно, не особо. Но выглядит, конечно, замечательно. Красота. Ты рада? Прикольно. Очень нравится. И уютно в машине, знаешь, тепло вот так внутри. Музыка играет. Надо спать, мужчина, в такой уговоре. Спать офигенно. Ну, в Вольво я вообще теперь буду откапывать не один день, а два. Я там завалила по полной программе. И самое неудобное, то, что придется брать лопату, потому что перед бампером там уже кучка. И ее я не преодолею. Понятно, что полный привод, тачка мощная. Ну, как бы элементы машины я тоже херить не хочу, а бы лед. Видимость такая слабенькая, да? Ну, что, Филиппочек? Холодно. Ай. Ветер подул, что-то он же цел. Да, что чистил кроссовки называется? У меня просто сейчас вообще не вариант. Я не знаю, что-то не пошел, лучше бы Тимба. Завтра надену Тимба. Катька дерется снежками. Проказница, а? А где мы тачку поставили? Можешь мне сказать? Где-то здесь. А вот она. Это стока, да? Понятно. Прикол. Отходим. Блин, ну все, у меня сейчас ноги мокрые будут. Катюх, сделай доброе дело. Да, расчищай и мою дверь, прежде всего. Сейчас. Вот хорошо купил я эти перчатки. Покажи. Мы можем открыть отсюда? Отлично. Сейчас я сумку положу, а то туда снег летит вообще. Сумку. А что-то скал я не услышал. Я говорю, я могу открыть с этой стороны? А, можешь, можешь. Пойдем теперь открывать там. Вот перчатки, ребят. Вольки в спортмастере. Около 3000 рублей стоили. Мне нравятся. Теплые, прорезиненные. Вот так вот удобно. В такую погоду ими пользоваться. И руки не мерзнут. Но я отдал их во благо Катюхе, потому что у нее... Где твои? Ну, у меня варежка, а не мокрые. У меня тоже надо резиновые такие. Ой, резиновые. Ну, я понял. Такие более серьезные. Я открою. Спасибо вам, миледи. Спасибо. Спасибо. Ух, тут как темно. Блин, все время забываю. Да, вот кнопка включения. Врубаем по погрейке. Вырубаем воздух. И начинаем чистить, 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 чистить. Чувствую, что парковочных мест сегодня будет прям совсем мало. Потому что заметают ребята. Ка-пс-дет вообще. Буквально за ночь мы тут постояли и сами видели там такие сугробы. И вот соседняя полоса. Не знаю, видно или нет. Ну, тут все было прям прекрасно и чисто. И уже несколько сантиметров снега навалило. Опять из жопы мира сегодня пойдем домой. Тачку негде будет поставить. Ура! Вот так вот я выгляжу. Надеюсь, что-то видно вообще. Ну как? Красота. Замес там был? Замес. Жесть. Может, мне как-то отряхнуться. Ты вообще, блин... Это вот ты пять минут постояла на луке и все. Ой, я камерой случайно стукнулась. Не, не надо. Я случайно. Капец, у нас уже и в машине снег. Да-да. Тепло зато. Спасибо. Че-то как-то я вообще... На, держи. Да, видимость, ребята, такая. Самое главное, чтобы мы сейчас с тобой в пробках не стояли, а ехали. Потому что тут посмотреть на зад какой-нибудь машины не хочется. Ну и у нас есть часик, потом будете в ней. В отдачку заехали. Во вкусная точка, когда же я отвыкну от этого? Да ладно, мне кажется, я понимаю. Ну так, конечно. Капучино взяли, Гран-де-Люкс без лука с доп-сыром, картошечку. Не знаю, как ты и ездишь на стеже. Я пока что так картошку могу. Вот и картошку? Да. Я вообще тоже с удовольствием съела бы Гран-де-Люкс без лука с доп-сыром, но не могу. Картошку смогу, наверное. Все прошло, чек меню уже. Прикольно то, что ты когда заказываешь, типа отдельно там бургер, картошку, кофе, и она такая, давайте соберем оба, ну в плане что-то. Обед. Там просто скифка, да, получается. Да, там дешево получается. Вот смотри, буквально за 2 минуты вот столько нападало. Она могла бы... Она могла бы забить, и некоторые так и не... Да, да, она могла бы забить, как бы все равно им в плюс, да. Да уж, блин. Забирай свою гамеру. Погодочка. Нравится тебе она? Ну да, удобно. Хотела бы такую? Нет. Я свою люблю, Каня. А я люблю мою торглитку белую. А я вот так. И звук тут какой прекрасный, а. Вот это смотри, если она без света будет, сейчас я свет уберу, то вообще малышечка. И мне нравится то, что я вот так вот закрываю, ну чтобы в сумке экран не поцарапался. И когда я хочу снимать, я вот так вот переворачиваю, и она включается сразу. Если что, Катюха снимает на Соньку Зиви Ван Марк 2. Да, вот тут написано. Ну, вряд ли видно, конечно. И опять же, я вот так переворачиваю кранчик, закрываю, и она выключается. Красота. Смотри, сколько нападало. Я на Сеньку Зиви. Вот хорошо все-таки, что я зимние дворники купила, а. Сейчас в такую погоду офигеешь. Метет. Надо, правда, сегодня дома чаёчек. Да, я предложила, да. Пирог. Да, я хочу сделать либо шарлотку, либо синабон сделать. Я хочу чай, не просто чёрный вот этот озер чай, а хочу туда как бы апельсинку, клубнику, не знаю, в каком-нибудь варенье. Ну, клубнику вряд ли, коричку. Корицу, имбирь, что-нибудь такое, да. Но я посмотрю, когда найти рецепты, сделаю чайничек такого вкусного чая, зимнего. Красота. И надо перед Новым годом один дома пересмотреть. Смотрите. И Гарри Поттера. У Гарри Поттера вряд ли там сколько серий. Семь. Ну, что? Мне кажется, сейчас заказ будет готов. Смотрите, как выглядит Мерседес. Просто. Можно сейчас под камеры нарушать, и никто ничего не увидит. Потому что номер максимально делает. А я, кстати, когда чистила твою машину, мне специально прошла щеточка по номеру. С одной и с другой стороны. Ну, и зря. Хотя, с другой стороны, сейчас скоростный режим такой, что особо не погоняешь. Ну да, при всем желании. Давайте еду, друзья мои. Встанем сейчас на парковку. Жесть. Что-нибудь врубим. Жесть. И поедим. Жесть, жесть, жесть. Сколько падает? Да. Да, вообще. Ну, тут машина летит. Ты смотри, даже сюда налетает. Вот. Есть, конечно, минусы. Но плюсы тоже есть. Очень симпатично, конечно. Очень. Если бы еще просматривалась подальше. Мне не нравится, что не видно ничего. Сахар понадобится? Да, дайте, пожалуйста, сахар. Спросите? Да, понадобится. Вот это молоко. Ну и что тут происходит? Че встал там? Да, погодочка, конечно, ребят, для автомобилистов такое себе. Если бы мне куда-то надо было, я бы, конечно, офигел. А так как мы катаемся, в принципе, норм. Первый раз такое ниже. Ребята перекрыли дорогу, потому что там чистят снег коммунальные службы. И сейчас в горку будет забираться машина. Очень скользко, много снега, поэтому немножко подождать надо будет. У нас средняя скорость. Так, не с момента заправки, сейчас секунду. С момента пуска 17 км в час. Едем мы уже час 43, проехаем 28 км. Вот и машина. Ну, пока просит подождать. Друзья, ну вы будете постоянно слышать этот звук, потому что у меня забились датчики. Ну, и я вам покажу дорогу, которую чистили. Она на самом деле опасная. Тут летом постоянно люди бьются, влетают заборы, поэтому мы аккуратненько. Андрей, еще помню, на Вольве здесь ездил летом. Он как-то так умело в повороты входит на такой нормальной скорости. Мне кажется, если бы я здесь ехала, я бы пилать бы 5 км в час. Ну, вот я чувствую, тачку несет на самом деле. Да, здесь, конечно, жопендра. Вот, ребята, самая дорога, которую чистили. Тут спуски, подъемы, крутые повороты. И Андрей говорит, что тачку несет. Вот там, да, очень скользко было. Вот я нажимаю на педаль. Чувствуешь, ее немножко колбасит? Ты должна это просто спиной, вот и задницы прочувствовать. Задницы как раз. Вот, и вот тут нам надо будет немножечко, так скажем, ускориться. Вот тут за поворотом сейчас направо, когда мы повернем, там есть слева забор. Там очень часто бьется. А, я видела, да. Мы часто проезжали, и там кто-то вот тут улетает. Ну, давай. Благо у меня стоят Michelin X-Size North 4. Ну, вот я чувствую, что еле-еле. У меня постоянно ESP работает. И тачка 19 км в час, вот буквально. Заезжает 20. Очень, очень тяжелый подъем. У кого резина говно, вот они сейчас пострадают. Чувствуешь, тачка ускоряется? Потому что проскальзывали колеса. Ну, еле заехал. Серьезно. Даже немножко отложил. Думаю, заедем или нет. Но потом почувствовал, сцепление пошло. А вот теперь представьте, когда перед вами едет какой-нибудь Жигуленок на полулысой резине плохого качества. И он назад, он просто перед, как бат, княется. И мы даже вот на легком подъеме сейчас в зелье ехали. Помнишь, там фура была? Она просто шлифовала. Еле ехала 1-2 км в час. Поэтому для автомобилистов сейчас условия не самые классные. Но благо мы никуда не торопимся. У нас просто покатушки. За 2 часа мы всего 31 км накатали. Это вообще не о чем. То есть у нас просто вот этот кружок за кофе, зелик. Мы сейчас потратим больше 3 часов, потому что в нашу сторону там полная жопа. Ну, дома кое-как вот сюда залез. Как буду выбираться, пока не знаю. О, видите, немножко даже пришлось юбкой тут протаранить снег. Ну, сами видите, толщина, ну, такая значимая. Сейчас подолблю немножко стекла, потому что тут большой вот такой наст. Не хочу его оставлять. Вон, видите, прям плоском идет ледяной. И все, пойдем домой смотреть какие ножки, пить чаечек и согреваться. Ну, и снег, ну, такой уже легенький идет. Когда мы выпалзли, сами видели, был пипец. Сейчас уже, конечно, не так. Ох, как бы мне пробраться сюда. Видите, какой пипец. Прям вкусманы летят. Ну, ладно, нормально. У меня готовится новый влог. Это второй по счету после моей длинной паузы. 12 минут 6 секунд осталось рендеринга. Получился он на 45 минут 4К видео. Загружать я его буду долго. Дело в том, что у нас четвертый день подряд плохо работает интернет. И первый влог я загружал посредством шаринга с мобильного устройства. Очень долго, больше часа он загружался. Небольшую здесь уборочку сделал. У меня тут куча проводов было. Закрыл комп, потому что он у меня, помнишь, в каком виде был. Вот. И хочу еще елку пойти показать. А ты не показывал? Я днем ее показывал, включал, но вечером она будет посимпатичнее. Знаете, как я хотел вам сказать? Как старался. Сейчас поближе еще покажу. Тут шарики, тут шишечки, тут вкусняшки. Это настоящие конфеты. Вот такие шарики матовые. Да, хорошо. А, вот и бантики. Мы решили звезду не покупать. Мне кажется, вот так вот даже поинтереснее выглядит. Что-то хотела сказать. А, ребят, вы не представляете, сколько я мучилась этой гирляндой. Она, ну, классная, легко распутывается, но мы ее умудрились запутать каким-то образом. Не мы, а вы, Екатерина Николаевна. Ты, ты ее запутал. Нет. Да, ты же ее мне... Там сейчас я тебе все распутываю. Нет, там проблема была в другом. Это вы у Катюхи на видосе посмотрите то, что она изначально очень сильно внизу укомплектовала елку. И примерно вот здесь лента закончилась. Там уже просто... Она уже здесь закончилась. Все, мне не хватило на пол елки. Хотя, когда мы ее покупали, помнишь, ты говоришь, да на хрена она такая длинная? На самом деле, это гирлянда на елку 2,3 метра. А у нас 1,80 метра. То есть, это гирлянда вот так вот для этой елки. Просто я ее думаю, ну, блин, раз она такая длиннющая, буду поплотнее наматывать. И я переборщила. Там супер плотно было. Вот, может быть, кому-то покажется, что слишком много огней, но мне нравится. И мне нравится. Это главное. Прям праздничное настроение от нее. Нам с этой елкой жить. Да. Я бы еще внизу, может быть, замотал немножечко, чтобы вот эта ложка не так стремно выглядит. Смотри, я тебе покажу, что я хотела вчера сделать. Вот он, этот пледик мой белый. Мне показалось, что это круто, типа снежок. Ну? Ну, как-то колхозное сдалека выглядит. Мне кажется, надо просто тебе как-то ее симпатично уложить. Не, нормально. Вот, смотри, сдалека как. Да хорошо. Колхозно. Ну, я не знаю, мне не колхозно. Да? Хотя, может, я в дизайне ничего не понимаю. Надо просто красивенько расправить и все. Ну, потому что просто вот эти пластмассовые ножки смотрятся не очень. Многие еще, знаешь, батафорские коробки ставят, чтобы закрыть эту ножку. Такие красивые покупают, но в них ничего нет. У нас, кстати, столько коробок от твоей техники. Ну, вот этих, которые от всяких там. Ну, их надо заматывать. Да. Купить можно дешевскую упаковочную бумагу и бандит. Не, не хочется тратить деньги, давай лучше плед. Что ты делаешь? Тянусь. Йога-мастер. Мы даже, кстати, касаемо интернета, я снова вернусь к теме, шарим на Apple TV с моего телефона. Ну, в режиме модема, чтобы хоть что-то посмотреть. Ну, так дурачиться, Ханчила. Нет. Нет. Пожалуйста. Ну, мне же надо идти заниматься работой. Ты такой смонтировал, а вот дай посмотри. Все, срендерилась уже. Ты сегодня будешь загружать? Завтра уже, все не поздно. Ну, я тоже буду завтра. Ну, все, давай, слезай. Слезай. Никакой ласки. Мы вам рассказывали, что вечером у нас будут сенабончики. Наконец-то приехало тесто, правда, с сильной задержкой. Сейчас время 22.39. Обещали в 9 часов привезти. Но немножко придется подождать. Считаем, на ночь глядя будем есть выпечку. А потом будешь опять говорить, что я толстый. Я так никогда не говорю. Ты меня все время вот так за кузо хватаешь с учетом того, что типа я толстый. Так это все твои комплексы. Я просто его жмякую, потому что, ну, факт, кузико есть. Я просто его жмякую, а ты уже сам делаешь выводы. То, что ты его жмякаешь. Сначала пельмени наемся, а потом сенабонов. Отлично. Нам приехали тут компоненты еще для вкусного чая. Душистая мята, лимоны дробленые с имбирем и медом. И отдельно еще взяли апельсины свежие и клубнику замороженную. Не знаю, что из этого выйдет, но я вам обязательно покажу. Катя тут немножко будет на кухне заниматься своими делами. Готовить, мыть посуду, я так полагаю. А я буду бездельничать и смотреть сериал, про который мы опять же рассказывали. На страже пляжа. У нас уже тут второй сезон, третья серия. Вроде ничего, неплохо так идет. Нравится. Ёлку вырубил, она очень яркая и дает отражение в телевизор. Поэтому, когда включаем телек, вырубаем. Ну вот как-то так. В целом уютненько. На улице все так же холодно. Много снега. Но он хотя бы не идет сейчас. Ой, как холодно-то, а. Сколько сейчас температура? Часы показывают минус 7. Ну будто похолодало немного, на пару градусов. Ну, не знаю, то ли я просто согрелся, у меня там в комнатах так тепло. Все, Катюнь, тогда жду результата. Будем пробовать. Потом все подзапишем на мою камеру. На твою? Да. Ну это платно, 200 рублей. Хорошо. Чайо готовится. Тут у нас апельсин, клубника, чай, лимон и все те компоненты, которые я показывал чуть ранее. И мят немножко. Да? Да. Я первый раз вообще делаю такой. Надеюсь, нам понравится. Ты когда начала апельсин нарезать, я прям почувствовал аромат такой. Зато твоя камера вот так не может снимать. А моя может. Почему не может? Можно объективно прям сюда. Такие замечательные у нас будут синабончики. Ну я только одну штучку съем. Ну, ну, ну. Это пельмени как нарезать. Крем? Не, я с синабончиком буду. Так отдельно не буду. А что там в составе, хоть скажи? Там творожный сыр, сливочное масло и сахарная пудра. Все? Ну, ждем. Сколько еще? Ну, я думаю, буквально пару минут, немножко, пять минут. У нас готовы синабончики. Сейчас на камеру попробую. Ты третий раз их готовишь, первый раз я их ею. Угу. До этого Аня пробовала, второй раз у меня не получилось. На, держи мою торпедку. Сейчас заценим. Сильно сладкие? Ну нет, не сильно. Не поняла. Да вкусные. Нежные, вкусные, честно. Ты тоже? Да. За кадром сидит, улыбается. Угу, конечно. Глазики. Приятно. Вкусные, вкусные. Но чайком залить. Надо. Там чаек стоит, кстати, который я приготовила. Уф-на-то. Рецепт приложи, а камеру-то тоже крутит. Я просто еще и на свою снимаю, и на торпедку эту снимаю. Я знаю, как кружку. Да. А это наше общее. Короче, вкусненько. Не нравится. Да, и чайок вкусный. Он уже останется, завтра будем петь. Да. И сейчас ешь один? Нет, пока пауза, я столько пельменей съел. Покажу вам немножко творческий процесс, который у Катюки происходит. Сейчас выбирает картинку для нового влога. Скоро его выпустят. Подписывайтесь обязательно на канал. Правильно? Правильно. И вообще, когда выходили у меня регулярно влоги, у тебя было сколько там? Две с половиной тысячи подписчиков? Угу. А сейчас? 25. Вот так вот рилсами набрала. Ничего для этого специально не делали. Немножко поснимали, позаливали. И вот такой буст. Прикольно. А у меня, наоборот, все в минус пошло. Было 82 там с копейками у меня, 82 600 или типа того. А было 83. То есть я перестал снимать, люди начали отваливаться. Вот. Ну ладно, занимайся. Я пошел мыться. Давай. Себя не показываю. Знаешь почему? Знаю. Вы увидели сейчас. Лучше не видеть. А то вообще отпишутся. Да я в труселях, ребята. Все, зима. Надеваю чимбой первый раз в этом году. Потому что зимой мы где были с тобой? В Таиландах. Катались. Чуть влезть не могу. Нога что ли больше стала? Что за фигня? Рашнуровать надо, наверное. Да не, рашнурованно вроде. Ну вот это влезает. И лопату сейчас с тобой возьмем. Она, конечно, для снега не очень. Зато разобьет нахрен. Если все так и в каменюке в снег превратился. И надо, пусть завтра вылезу. Наста обеда. Шкода. Ой, Вольво почищу. Надеюсь, сейчас мы вылезем. А надеваю я их, ну, чтобы по снегу там, если придется ее увозить. Потому что в прошлый раз красок я хренел. Ботинка. Ну и правильно. И вот эту фигню надо выбросить. Ну, завтра. Я ее еще напомню. В лес. У нас еще пакет мусорный есть, но тоже завтра тогда выбросим. Им знаешь, сколько лет этим тимом? Сколько? Ну, около пяти. Ну, ты их носишь. Наверное, за пять лет их поносил десять раз. А ты знаешь, где я их купила? Самый прикол. В Кукете. Серьезно. Она не дешевле стоила? И вот когда мы тебе выбирали, помнишь, женские? Тридцатку они стоили? Тридцать пять? Ну, какие-то охеревшие цены были. А по меркам Тайванда, когда я их брал, они стоили, ну, тысяча четырнадцать пятнадцать. Все. Я почти готовила. Мне, конечно, водить не так удобно. Ну, зато они точно не промокают. Их можно еще вниз подогнуть, но сейчас издушкости. Мне так нравится, когда ты в этом костюме и втим. Очень уютный. Уютненький. Так, и шапку. Ты варежки взяла? Да. Подобьешь шапку, интересно. И как обычно, да? Катень, помогай. На камеру. Какая шапка? Красная? Ну, да. Видите, сколько у нас всяких разных. О, класс. Все, идем откапываться. У нас тут, конечно, накатано серьезно, лед. Я сегодня сидел, когда за компом, ага, постоянно слышал, как шлифуют колеса. Там одна жига. Ну, минут десять, наверное, пыталась проехать. Вот там чуть ранее был поворот. Потому что лед, все, только дороги, смотри, расчистили, а вот это все не убрали. Ну, и дороги бы не сказала, что прямо почистили, смотри. Ну, да, да. И вон моя одинокая Шкода стоит. Слушай, ну, к ним бы хорошо по такому снегу ходить, конечно. Ну, ребята, сейчас для меня есть работа. Все, посмотрим поближе. Все, я смогу вылезти без раскапывания. Блин, нет, наверное. Тачку завел я, наверное, вот здесь, спереди расчищу. Потому что там вообще жопа. Я вот немножечко тут поработал лопатой, но, видите, объемный большой. Постараюсь вот так вперед потом проехать. Вот тут вроде и колея есть. У нее встану и газку побольше. Ну, и Катюха параллельно мне помогает щеткой саму тачку очистить. У нас не получается выехать. Решила для Андрея записать подкадрики. Мы несколько раз уже попробовали. Туда-сюда, вперед-назад. Ничего не получается. И будто бы даже паленым запахло. Горелым чем-то. Вот. И Андрей пошел на улицу ногами. Расчищает снег. Ну, в общем, он лопату с собой взял. Может быть, лопаты сейчас почистит еще немного, чтобы мы смогли выехать. У меня есть во второй машине. Я сейчас попробую. Конечно. Не знаю, выйдет, не выйдет. Сейчас еще задом попробую. Сейчас я еще передам. Ой, ехать. Машинка вся ругается. Почти. Почти. Ой. Е-мое. Она ругается из-за того, что у меня залеплены все датчики. Ну, да. А так, да, я вылез. Он мне, парень, пытался помочь. Постоял, покурил рядом. Помог. Ну, да. Сейчас я ему скажу. Резина помогла. Это, получается, я проезжал мимо и остановился, да, решил? Ну, да. Он говорит, помочь. У меня есть крюк, если что. Вот еще. Вот так вот. Да, машинка вся пищит. Ну, это мне повезло, потому что у меня резина хорошая. На каких-нибудь таких посредственных вряд ли бы вылез. Напомню, у меня стоит NordFro... Нет, нет. NordFro стоит на Акае. Здесь стоит Michelin X-Size Nord 4. Я назад, вперед, немножко поздавал влево-вправо руль. И она вылезла по итогу. Немножко пошкрябало в начале, когда я был на льду. Извините, ребята, вот параллельно будет постоянно пищать, потому что у меня все датчики забиты. Короче, это сженой резиной пахло. Помнишь? Моментик. Вот. Ну, по крайней мере, мы сможем покататься. И туда я вставать, конечно же, не планирую. И при этих минусах все равно есть плюсы. Потому что смотрите, какая красота, ребят. Елки вон все заснеженные. В принципе, все выглядит очень фотогенично, красиво. Я прям наслаждаюсь этой картинкой. Мы заехали в Макдональдс. Я уж вам не стал показывать, потому что эти кадры уже были. И сейчас заедем, заправимся. Это у нас Газпромнефть. По поводу экономичности тачки. И вот хотел показать, что проехали на полном баке 706 километров. Осталось еще 55. И бак тут небольшой, всего 45 литров. Я считаю, что это отличный результат. Можно сказать, как гибрид практически. 6,3 средний расход. Это немного. Здравствуйте. Пятый драйв. Да, до полного. Хорошо. Мы уже накатались. Конечно, очень много контента про тачку, про сугробы. Но, тем не менее. Вот нашел такое классное место. Как гаражик практически. Зато не придется завтра чистить. Но, если, правда, снегопад пойдет и вот здесь все накроет, то немножко лопаткой придется поработать. Ой! Леха-муха. В онлайн-режиме. Вы видели, как я немножко вот так вот поделал. Но со стороны это выглядело смешно. Ты так спонтевал, прикольно. Вот, лишь бы поржать надо мной. Тачка-то я не закрыл. Вот теперь закрыл. Короче, удобненько здесь. Ой, опять чуть не упал. Все, идем домой. Сейчас будем отдыхать. Ты что, Катюх, поделаешь? Да хватит. Вот они всегда так. Когда я чуть не упал или ударился, все, начинается. Давай мы тут двоим не пройдем. Ты мне не ответила, что делать будешь? Охреневает от боли. У меня все опять немесил отойдет и начнется жопа. Это если мягко говорить. В общем, еще не прошла боль. Ждем несколько дней. А я сейчас вечерком поиграю. Мне так понравилась игруля. Я себе ее купил в стиме. Слите Skyline 2. Там строишь город. Глоточек хочу. И что? На ходу не могу. А, ты в этом плане. Вот. И так подзатянуло, конечно. Не каждый день получается. Я его потеряла. Уже сколько? Два месяца ты в нее играешь? Это она недавно вышла. О чем ты говоришь? Два месяца. Не знаю. Тут сигнальную ракету сейчас запустил. В общем, ребят, посмотрите обзор. Если любите всякое градостроительство, вам понравится. Если сейчас это смотрят Джоны, не советуйте своему мужьям эту игру. Да, возможно, она крутая, но вы своих мужей потеряете. Ну, как потеряете? Просто вечерком поиграть. Без сериалов и всякого такого. Приходишь и спать. Все. Такое бывает. Ух, ребята, сколько тут свободных мест. Полно. Но, к сожалению, вон, видите, подсвечиваются вот такие бугры. И сюда можно только на очень высокой машине забраться. Ну, вот. Я вот этого и не хотел, поэтому и не вставал. О, ни вперед, ни назад. Не может. О чем я и говорил. Вон тот чувак так и не смог туда залезть. Стоит, думает, что делать дальше. Ситуация, на самом деле, патовая. Сейчас время 9 часов. Большинство народу еще едет. И куда они свои тачки ставить будут, вообще не знаю. Ну, в принципе, видно, да, по парковке, сколько свободных мест. Так скажем, свободных. Ну, там везде сугробы, которые тяжело преодолеть. Вот тут еще лучше видно. Немножко фонари подсвечивают. Вот такая тут корка. Ну, если бы ты вылез и 5 минут лопатка по работе, то можно было бы сюда вставить. Ну, неохота. Домой хочется пописать там, поиграть. Ну, хотя бы во дворах у нас, видите, почистили. Потому что буквально позавчера здесь был полный пипец. А я сейчас иду к своей Вольво, чтобы посмотреть, насколько там большой сугроб. И сколько снега навалило перед бампером перед ним. Ну, много машин, на самом деле, ребят, стоят таких невыездных. Видно, что давно. Вот, например, сугробище. Вот. Вон еще несколько машин. Рядом со мной тоже будто бы невыездной. Слушайте, ну, сверху, в принципе, все то же самое осталось. Вот здесь почистили. Это не я. И даже спереди. О, прикольно. Мне проще. Не, нифига себе здесь снег, конечно. Такой крепенький. Надо будет с лопаткой, конечно, здесь поиграться. О, смотри, глубина снега. Катюнь. По ноге проверяй. Что, ежик? Ага. Спасибо. Пошли. Ребята, это точка, про которую я вам рассказывал. То, что на повороте здесь тачки шлифовали. Покажи, Катю. Чистый лед. Реально кататься можно. Тут жигулино, четверка, минут 15 пыталась просто выехать отсюда. Не шлифовало все. Снимаешь ты, конечно, вообще. Да, Василий. Завери твою камеру. Скачал себе тут сайнбенч 20-24. Результат по моей видеокарте. У меня 40-80, 21-494 балла. Это MSI. И сейчас гоняю проц. Я свои результаты закину в комментарии. И вы тоже делитесь, что у вас за компы и сколько очков они набили. Катюнь, а ты слышала новость? То, что трейлер GTA 6 вышел. Как тебе? Как-то прокомментируешь? Вау! В 25-м году выйдет на консолях. В году 26-м, а то и 27-м на компах. Я же так люблю компьютерные игры. Но ты играла в GTA? В глаза дергался, понимаешь? Но ты играла в GTA по-любому. Ну, 5 лет, наверное, мне давали. Друзья мои, старшие сестры. А какую часть играла? Ты серьезно? Не помнишь? Все, что я помню, это что меня научили выкидывать чуваков из машины, забирать машину и ехать. Все. Все, что я умею. А пострелять, а подзбивать кого-то, поврезаться. Просто отжимала тачки. Слушай, там трейлер набрал за 21 час. Что-то там 32 миллиона просмотров. Сейчас, наверное, уже больше. Но я жду. Не люблю. Пятерка мне понравилась. Каждый раз, когда ты говоришь, что ты взявишь какую-то игру, мне прям плохо становится. Потому что ты меня теряешь. Сейчас у меня в топе, я уже говорил, City Skyline. И, ну, она, конечно, сырая. Я жду, когда они там фиксами поправят. Это сырую 24 на 7. А если это... Какую 24 на 7? Брат, за такая, ну, что ты придираешься. Ну, то будут писать. Ночами. Вечерами. Я сейчас скажу, сколько ты играешь. Вечерами, я бы сказал. Сказать? Не надо. Ну, вот это же вечерами. Я не только играю, я еще YouTube смотрю, монтирую и комментарии читаю. Если это только в сырую версию играешь, когда выйдет там какая-то супер дополненная, крутая, все, мне кажется, с той стороны замок повезет. Амбарный. Все, ребятки, собираемся. Да, что-то я замешкался. Беру своего барашка, с которого не вылезаю. Такой теплый, такой классный. Ух, я очень доволен, что его купил. Я, конечно, уже показывал нашу елку, но выглядит она, ребят. Вот каждый раз захожу, офигенно. Как будто прям не наша, а купленная на заказ и собранная дизайнерами. Катюх, ты хорошо постаралась. Просто офигенно. Ты что, сливки просто так пьешь? Офига себе. Я куда-то только добавляю. Пойдем, покажем мой классный ноутбук. Нет, это 10% всего я люблю, когда там 20-30. Пойдем, пойдем. Тут мне Катя подарок сделала. Заказала как-то на ВБ наклейке для гиков айтишные. Смотрите, как у меня сейчас комп выглядит. Но если что, на паузу ставьте и рассматривайте. И вот тут у меня еще несколько штук. Ну там не все с этого набора. Вот этого из магазина. Ну это 21шоп, она стерлась, потому что я ноуту так на колени кладу. И вот такой эффект. И вот тут джаваскрипт была сверху, ну, такая как защитка. Да, вот как здесь, да. Но она постепенно, видимо, от ноги начала расслаиваться. И видишь, уже цвет немножко теряет. А вот тут они, ну, крепкие, видишь. Все в порядке. Ну, некоторые, конечно, не из твоего набора. GoPro, SL, это микрофон. Superglide, это... Вот эти мелкие из моего же дневника я тебе дала. Ага. И вот это. Про Superglide не сказал. Это для мышки. Глайдеры, как они правильно называются? Вот эти штучки. Ну все, в принципе, я готов. Ну, я искала, короче, для... Ну, ты так и написала, наклейки для айтишника. В поиске, да? Там были разные всякие приколюхи, но я выбрала то, что, наверное, тебе подойдет. Не, ну тут хорошие. Ничего там не разбираюсь. Хорошие, хорошие. Некоторые прям совсем задротские. Они у меня там лежат. В отдельном местечке. А ты знаешь, откуда он? Это в гугле игра такая была, когда... Там динозаврик прыгает через кактусы. Через пробел, по-моему. Пробел нажимаешь. Да, через кактус он прыгает и... Когда интернета нет. Да, когда отсутствует соединение. Все знаешь, молодец. Даже слово ставить не получается. А у меня практически тест завершился. Минута 28 осталось. Сейчас посмотрим, сколько мы набили с моим процессором. Но пока ранинг 1997 поинтов. Не знаю, много это или мало. Но тут сравнение с самой мощной Apple M1 Ultra. В комментарии ничего писать не буду. По итогам мой процессор набрал 2002 поинта. У меня, кто забыл, Ryzen 7950X 3D. 16 ядер, 32 потока. Мы скучаем, ведь эта квартира в Москве безумно дорогая. И вот мы, когда находимся на одной волне, вот в этом общем кружке в дымовых чатах, мы все это обсуждаем. Отправил Катюху за стиками. Он говорит, не продали. На. Да. Спасибо. Не верят, да, тебе? Тогда за проводками буду тебя отправлять. Или заранее паспорт тебе выдавать. Все два блока. Не ожидал, конечно. Сижу там в машине, кайфую, ленту, телеграмм листаю, курю, кофеек пью. И Катюха звонит. Я сказала, давайте я покажу вам наусь услугу. Ну, это же официальный документ. Нет, только паспорт. Он сказал, что у нас камера будет. Только паспорт. Ну, это вот, как, не знаю, ставку, когда делаешь. Там тоже похер на какие-то госуслуги. Всегда нужен офлайновый паспорт. Поэтому не канает. Видишь, какая-то у меня молоденькая. Не верят. И ютки сестре мои тоже не верят сейчас. Уже ребенок, да, у тебя все паспорт. Знаешь, мне нравится очень сильно Рилс, когда говорят, типа, паспорт, кепку снимай, а там чувак, он лысый. А, это, да, уже не надо. Это очень смешный лес. Идем сейчас за рабочим компом и решил выйти на балкон, чтобы вам показать красоту. Потому что сегодня солнышко, а все влоги в последнее время темные. Смотрите, какой лес красивый, заснеженный. Очень все симпатично выглядит. И у меня из комнаты тут, в принципе, видно солнышко. Единственный компьютер закрывает полокна. Ну, давайте я подвинусь, вам покажу. Вон лес, красивущий. Соскучился уже по солнцу. Его давно не было. И когда морозная погода наступает, вероятность, что оно выползет. высока. Ладно, я буду садиться за комп. Этот влог уже достаточно долгий у нас. Не забывайте меня поддерживать, ставить лайки, писать комментарии. Это очень важно и мотивирует меня снимать дальше. Все, ребят, пока.